Северный полюс Они еще не знают, что достигнут цели, что ждет их трудное счастье победы. Они первыми на атомоходе Арктика в активном плавании идут к полюсу. Экспедицию возбравил министр морского флота СССР Тимофей Борисович Гуженко. Наш рейс называется научно-практическим экспериментарием. Мы планируем пройти к всему сектору советскому, арктическому, чтобы изучить условия мореплавания в более высоких широтах, льды, течения. Одновременно с этим проверить технику, как она работает в этих условиях. Здесь значительный коллектив научных работников из различных институтов страны. И, наконец, поход к самому полюсу, чтобы завершить реализацию многовековой мечты русских мореплавателей и исследователей добраться до этой точки, где земля вертится, и проверить, как она там вертится и что это за полюс. Заместитель начальника экспедиции Кирилл Николаевич Чубаков. Наиболее короткий путь это проследовать между архипелагами земли Франции Осипа и Шпицбергеном непосредственно к полюсу высокие широты и вернуться обратно. Но это короткий путь. Поэтому пути мы пойдем поперек дрейфа и незначительное время будем в высоких широтах. Есть второй вариант, который следует рассмотреть. Это пойти из Мурманска вдоль побережья Сибири, выйти в море Лаптевых и двигаться в район Северного полюса высокими широтами по трейфу льдов, вернувшись обратно между землей Франции Осипа и Шпицбергеном. Второй путь длительный, порядка 4 тысяч миль, кажется предпочтительней. Ученые подтверждают, что выбранный путь правильный, надо заходить с моря Лаптевых. Капитан атомохода «Арктика» Юрий Сергеевич Кучиев. Экипажи, я в том числе, были уверены в том, что этому ледоколу ничто не может выражать. Ледокол боем проверялся уже в течение двух навигаций. Заключительной репетицией являлся штурм районского массива в 1976 году в октябре месяце. Лед был очень тяжелый, ледокол нас потряс совершенно. Мы поняли, что получили в руки корабль, на котором можно штурмовать полюс. До 130-го меридиана ледокол шел северным морским путем, обжитой арктической трассой. Еще с ленинских декретов началось планомерное, комплексное освоение суровых широт. Эта встреча символична и радостна. Для экипажа «Арктики» первый атомный ледокол «Ленин», родной дом и настоящая школа. На, держи. За арбуз спасибо. Большое. Ну так, молодцы просто, просто молодцы. Ну что, счастливо тогда. Все, хорошего вам. Пошли. КОНЕЦ На руле. Курс норм. ЦПО в мостик. Вышли в исходную точку. Ложимся на боевой курс норм. До полюса осталось 600 миль. Впереди 600 неизведанных миль тяжелого льда. Итак, штурм. В боевом строю с атомоходом шла авиационная разведка. Круглосуточную вахту несли все полярные станции. Постоянную информацию давали искусственные спутники Земли. Корабельный вертолет, глаза атомохода, ввел ближнюю разведку. Отыскивая в ледяных парях трещины, полыньи, разводья. За внешним спокойствием на Капитанском мостике скрывалось огромное напряжение. Обстановка менялась в течение считанных часов. В приполюсном районе начиналось сжатие. С особой тревогой ждали моряки и ученые встречи с многолетним и паковым льдом. Крепким, как камень. В этой титанической схватке со стихией атомоход стал полигоном, где выверялась надежность техники в экстремальных условиях. Огромное тело корабля сотрясалось от максимального напряжения. Даже ядерное сердце атомохода испытывало перегрузки. Член-корреспондент Академии наук СССР Николай Сидорович Хлопкин говорит. Я не первый раз в Арктике, но вот такие льды вижу впервые. В этих льдах наша атомная энергетическая установка пройдет суровую проверку. Ей приходится работать на полной мощности, в условиях качки вибрации, при ударах ледокола о лед. И она ведет себя безупречно. Экипаж быстро освоил установку. И очень приятно наблюдать, как они хорошо с ней управляются. Опыт, который мы получаем здесь, поможет спроектировать еще более совершенные атомные энергетические установки. Субтитры создавал DimaTorzok Настал день, когда на карте Северного морского пути, которая заканчивалась 82-й параллелью, это до сих пор считалось пределом надводного плавания, некуда уже было прикрепить красный кружок, символ корабля. Край, в котором мы работаем, Арктика, это суровый край. Здесь проживаются люди сильные, только духом волевые, бесконечно преданные своему делу и чувству товарищества. Скажем, главный жир Пашнин, Олег Георгиевич. Это достойный представитель уральского рабочего класса. Игорь Алексеевич Домахин, фанатик электродела, надежный человек. Адрианов, лауреат государственной премии, автоматчик. Соколов Александр Иванович, начальник корпорационной безопасности. Метелкин Евгений Николаевич может совершенно спокойно связать северность с Южным Толюсом. Лосев, ас, ледовый разведчик. И вообще молодец. Гам, Гереса, Герес, со всеми приборами электронизационными на ты. Друзья, понимаете, обо всех не скажешь, но одним словом, это все честные, чистые и красивые люди. Вот что могу сказать. Чем ближе к полюсу, тем сложнее штурманам вести ледокол. Все географические морские карты покрыты сеткой параллелей и меридианов. А на полюсе меридианов нет, они сходятся в одну точку. Как же вести ледокол? Были применены специальные карты, на которых имеются квазимеридианы. Через полюс проходит квазиэкватор. А обычные полюса смещены в Тихий океан, Евтоатлантический океан, на место обычного географического экватора. Все выше широты. Все труднее и труднее определять местонахождение судна. Навигационные приборы перестали точно показывать курс. На штурманах лежала огромная ответственность вывести корабль в заданную точку. Компасы были переведены в особый режим. И они запомнили главное направление. После того, как мы придем на полюс, перед нами стоит не менее трудная задача уйти с полюса и уйти в нужном направлении. Почему? Да потому что на северном полюсе во все стороны юг. Но нам не каждый юг годится. Нам нужно выйти на тот меридиан для пути возвращения на родину. Участники экспедиции понимали, достичь Северного полюса значит воплотить вековую мечту мужественных соотечественников. Старая древко. Его держали руки Георгия Седова. Он мечтал водрузить русское знамя на полюсе. Седов погиб. Последние кадры трагической экспедиции. Эстафета первопроходцев. Стоите, двигатель. Начинаем работать. Стоит. В который раз. Опять ледовые тиски. Атомоход из полин с машинами в 75 тысяч лошадиных сил и не с места. Включайте дефектную систему. Немного. Включайте дефектную систему. Слева и рассекать эту самую крючку, сжатую эту самую лёд. Вот грома и дима! Лёд, лёд, лёд! Последние мили, которые оставались до полюса, были наиболее трудными. Лёд усложнялся. Редакол преодолевал серьёзнейшие барьеры, испытывая огромное напряжение. И это напряжение передавалось на людей, потому что цель близка, а лёд тяжёлый. Но общий настрой экипажа, боевой настрой, естественно, отражался и на мне. Даже как мой настрой отражался на экипаже. Задача была одна — штурм и более ничего. Отступать невозможно. Отступы к полюсу были взяты штурмом. Думаю, конечно, очень. Наверное, пережито минут таких неповторимых, я бы сказал. Где-то у человека, наверное, есть такие минуты, которые нельзя повторить. Курс больше не дают. Вышли в точку! 17 августа 1977 года. Четыре часа по московскому времени. Впервые в истории мореплавания надводный корабль достиг Северного полюса. Вы осуществили замечательную мечту русских и советских исследователей Арктики, которая жила в нашем народе многие столетия. Поздравил с победой всех участников экспедиции Леонид Ильич Брежнев. Вы продолжили доброе дело использования мирного атома на благо советского народа. Леонид Ильич Брежнев. Леонид Ильич Брежнев. Алый стяг страны советов на вершине планеты. Они салютуют победе и тем, кто сюда стремился, но не дошел. И тем, кто испытал счастье дойти. И первому научному десанту Папанинцам. По государственному флагу СССР капитан Арктики принес древко знамени Георгия Седова. Дань мужеству, дань подвигу во имя Родины. Сюда же доставлена капсула с проектом Конституции и текстом гимна СССР. Впервые здесь так много людей. Впервые здесь живые цветы. Впервые люди веселым хороводом пересекают сразу все 360 меридианов. И совершают самое короткое кругосветное путешествие. Счастье первопроходцев принадлежит всем. Каждый из них сейчас понимал, за ним держала вся ее мощь, науки, техники, человеческого мужества, умелых и сильных рабочих рук. Каждый из них сейчас понимал, за ним советская страна. Страна дерзких замыслов и свершений, которые потомки по праву назовут историческими. Звучит музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ